И теперь действительно к важным новостям. На новгородском соколином дворе пополнение в стиле мексиканского сериала. О бентамской курочке Василисы Непрекрасной появились очаровательные птенцы. Строг говоря, петух Василий не обошел вниманием и другую курочку, Василису Непремудрую, но на яйца в итоге села только одна. Это первый куриный выводок на кремлевском подворье. Сейчас молодая мама с потомством окружены заботой и вниманием. Василиса, вот она раздувается, прям зущает. Какая агрессивная мама. А как иначе, когда ты курица, твои соседи – орлы, коршуны и совы. Быть мамой в таком окружении – сплошной стресс. А тут еще и не один цыпленок, а сразу шесть. Даром, что малышня самостоятельная. Три дня всего, а они уже червяков копают. Но это не отменяет главного вопроса – что вообще делают куры на соколином дворе? Мы сами задаемся этим вопросом, что происходит на соколином дворе постоянно. То белки падают, то курицы рождаются. Так исторически сложилось, что у нас появились три курицы, ну грубо говоря, петух Василий и две курочки. Мы не планировали, да, курицы начали нести яйца, складывать все в одну кучку. И смотрим, вот как раз непрекрасная наша Василиса села на эту кладку. И вот пищащий результат. Растить цыплят признаются волонтеры куда проще, чем ту же белку. Кормить по часам не нужно, мама справляется сама. А вот счастливый отец детей пока не видел. Нет, дело не в обмывании ножек. Во всем виноваты соседи фазаны. Ну фазаны, они товарищи такие, то есть многие посетители замечали, что у них на клюве одеты специальные очки, чтобы они не повевали друг друга тоже. То есть вот эти очки, они не дают нанести прямого удара. То есть даже они между собой драки устраивают, а тут совсем малыши, как бы самоутвердиться, они поубивали бы этих цыплят. А потому мама с выводком живут отдельно, на закрытой территории, где волонтеры выхаживают раненых птиц. Там же, кстати, лежат еще два яйца, а потому выход в свет для Василисы непрекрасный. На этот раз совсем короткий, яйца еще нужно высиживать. Что же касается малышей, их пока будут растить здесь, а после пару куриц оставят на Соколином дворе, а остальных... Раздадим по знакомым, ровно так же, как и Василиса оказалась у нас, нам же ее подарили. Следить-то за судьбой будем, а то мало ли вдруг кто на шашлык, не дай бог. Да, конечно. Ну, слава богу. Наталья Хмелева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok